Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слой, Совсем огущий наш Бог, вот тот и наш Бог. Бог сильный, Бог чудотворный, верный в слой, совсем... Хорошо, драгоценный, сейчас мы еще немножко ждем пастора Юрия, и я просто возьму буквально минутку, скажу еще за команды жизни, за этот просто момент, что если у вас есть желание, оно появилось или оно было изначально, когда вы сюда ехали, чтобы начать команду жизни и организовать это служение, и начать двигаться в вашем городе, обязательно дайте нам знать, ставьте свои координаты, наши данные, номер телефона и так далее, чтобы мы с вами связались, и мы хотим вам помочь, потому что в этом есть Царство Божье вам, чтобы помогать, чтобы поднимать, потому что Божье Царство, оно производит устройство, оно производит единение, правильное единение, не единение типа, ну, мы, знаете, как из разряда, там, по национальному признаку, по цвету кожи, по еще какому признаку, наше видение должно происходить на основании Божьего Слова, на основании того направления, куда мы движемся, потому что, ну, почему мы так должны делать? Потому что Иисус сказал, могут идти двое вместе, не сговорившись, правильно? То есть, ну, я, если скажу, что я пойду, допустим, в магнит, а моя супруга пойдет в пятерочку, мы с ней по определению не сможем пойти в одно и то же место, ну, потому что это разные магазины, в любом случае зайдем в разные магазины, понимаете? То есть, либо нам придется вместе заходить туда и туда, либо все пойдут в разные направления, поэтому тут только в таком ключе двигаться, поэтому драгоценный, если вы хотите объединяться, если вы хотите в это двигаться, то мы тогда так и будем действовать. И я верю, что мы можем вам помочь, потому что мы хотим, чтобы то место, откуда вы приехали, чтобы оно было благословлено. Лазаревская, Воронеж, Нижний Новгород, откуда еще там, с Ростовской области люди приезжали, и так далее, и так далее. С Татарстана люди приезжали, и так далее. В каждом месте, откуда вы приехали, мы хотим, чтобы вы были благословлены, и люди вокруг вас были благословлены. Аминь, драгоцен. Поэтому это то, что мы будем делать. Хорошо, все, я не занимаю время. Только ценный пастор Юрий продолжит послание, продолжит делиться с нами царством. Вот сейчас я говорю. Аллилуйя, здравствуйте. Что, дьявол это, да? Не нравится, что мы делаем? Конечно, не нравится. А кто тут с Лазаревского? Я. Серьезно, что ли? Да. Мне позвонили через неделю, я туда уехал. А я два раза там отдыхал. В этом году отдыхал там, с семьей. Хорошо у вас там. Слава Господу. Ну что, вы живые? Аминь. Аминь. Аллилуйя. Жить хорошо. Хорошо, слава Богу. Аллилуйя. У меня осталось очень важное послание для вас. Будет все серьезно. Как Алексей говорит, пристегиваемся, да? Ремни, ты нажал, записывайся. Поговорим серьезно, хорошо? Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Так, давайте мы откроем местописание, о котором сегодня говорили. Лука 16, Иова. Слава Господу. Аллилуйя. Я делился уже об этом в Самаре, когда мы ездили с Алексеем. Буквально незадолго до этого у меня... Не буду говорить, там пришло откровение, но... Как-то придавать чрезвычайность этому. Но действительно меня накрыло немножко. Давайте лучше два Матфея 25-го откроем. Вот туда, не туда повернем, там. Хорошо. Слава Господу. Вот смотрите, то есть, Иисус останавливал бурю. Аминь. Мы точно такие же, как Иисус. Аминь. Аминь. Мы ровно такие же, как Он. То есть, мы можем останавливать бури. Аминь. Аминь. Соответственно, тогда, когда у нас на земле происходят пожары, мы можем останавливать их? Аминь. Аминь. Это эклесио? Аминь. Это эклесио. Я не говорю только о каких-то политических смыслах. Ну, и вообще о политике я вообще не говорил. Я не говорил только о каких-то даже человеческих смыслах. В тот момент, как раз, когда мы начали это изучать, у нас сгорела зимняя вишня, помните, там, может быть, слышали, там 60 человек, когда сгорел торговый центр. Обычно, когда я разговаривал с москвичами, то есть никто не знал, где Кемерово. Ну, там вот, Кемерово, где это, то есть, ну, теперь все знают, где Кемерово. И, ну, как бы, это нехорошая слава, то есть, такая получилась. Я думал, могли бы мы остановить этот пожар? Ну, не знаю. Ну, вот я не знаю, то есть, а если бы Иисус там был, он бы остановил этот пожар? Да. Он бы остановил этот пожар. Кстати, мы вчера размышляли по поводу 120 лет. Нормально это жить или ненормально? Или мы как, мы молоды или стары будем? То есть, как возможно? У меня сразу вопрос, то есть, а если бы Иисус жил до 120 лет, он был старый, ну, телом, или младый, то есть, был, как бы было? Ну, вот, это интересный, кстати, вопрос. Не представляю, Христа такой, с палочки, такой, где-то. Мне кажется, все бы было иначе, то есть, да, он ушел в 33, да, это осталось загадкой, поэтому. Таким бы и был. А? Таким бы и был, да. Мы так хотим верить. Аминь. Я так и верю тоже. Хорошо. Слава Господу. 25-я глава. Но давайте поговорим о очень серьезных вещах. Так, так, так. Хорошо. Давайте с 13-го стиха, 25-я глава. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий. Аминь? Аминь. Вот. А он может и завтра прийти. А может и сегодня вечером. Аминь? Аминь. Ну вот. Ибо он поступит, как человек, который направляет в чужую страну, призвал их и поручил им имение свое. И одному дал он пять талантов, другому один, каждому, так, одному второму два, иному один, каждому по силе. И тотчас отправился. Получивший пять талантов, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Это ты. Аминь. Да? Да, Аминь. Точно так же и получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгому времени приходит господин тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит. Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них. Господин ему сказал. Хорошо, добрый и верный раб. Читайте внимательно. В малом ты был верен, над многим поставлю тебя. Аминь. Аминь. Войди в радость господина моего. Подошел так же и получивший два таланта и сказал. Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта и я приобрел на них. Господин ему сказал. Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Аминь. Аминь. Войди в радость господина твоего. Подошел и получивший один талант и сказал. Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, генисеял. И собираешь, где не рассыпал И, убоявшись, пошел, скрыл талант свой в земле И вот тебе твое Господин же ему сказал в ответ Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял И собирал, где не рассыпал Посему надлежало бы тебе дать серебро мое торгующим И, придя, получил бы мое с прибылью Итак, возьмите у него талант и отдайте имеющему десять талантов Ибо всякому имеющему дастся и умножится А он не имеющий отнимется и то, что имеет А негодного раба выброси во тьму внешнюю Там будет плач, и скрежет зубов, сказал сие Выгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит Хорошо, очень здесь интересная история Очень много о ней можно говорить И первое, что бы я хотел сказать Я верил в Бога по-разному В разные периоды времени это были разные этапы Я, как считал, был Я ничего плохого не говорю Но я считал, что я был в одной из самых лучших церквей Ну, вот вообще на белом свете То есть мы так верили Вот, но мы верили, что в тот момент, в том месте Мы верили, что Бог, он разный Он разный Бывает, Бог, если с кем-то что-то происходило И не дай Бог этому человеку было быть в какой-то немилости пастора Или, ну, еще не дай Бог, он что-то там, ну, как бы, не в послушании каком-то Все очень пазлы сходились То есть мы говорили, вот так И я сам верил так, и сам поступал И это была такая, это была целая жизнь И мы верили в такого Бога Вот, и я стал, кстати, очень замечать такую штуку Что ты очень с судом относишься к другим Но про благодать про себя не забываешь Многие проповедники так делают Суд всем Но когда что-то со мной, то есть Бог, ты благой Господь, помоги мне, да? Поэтому мне стало это очень смущать И поэтому, когда я стал изучать Джей Ди Лэм служение Да, стал изучать послание Кари Блейка То это меня полностью перевернуло И сегодня я верю в доброго Бога Аминь? Аминь Я верю в конкретно доброго Бога И это есть Он Свет И нет в Нем никакой тьмы И это навсегда Аминь? И это невозможно изменить Но работает это очень интересным способом И почему все-таки с одними происходит А с другими не происходит Это не то, о чем я хочу говорить Но мы отступим сюда немножко Потому что мы знаем Через Писание Что как ты говоришь о Боге Так оно и бывает Так оно и бывает Смотрите Он говорил Я знал, что ты злой Я знал, что ты берешь Где ты не клал, да? Жнешь, где ты не сеял И реально с этим человеком это произошло Такой был хозяин или нет? Я не вижу его таким Он хорошо все распределял Но этот человек сам выбрал И я вижу так много верующих Которые говорят эти вещи Поэтому сегодня Вы знаете Дискутируем очень часто С друзьями С братьями, сестрами О том Все-таки Какой Бог? Где-то же все-таки Бог против делающих злое? Написано В евреях По-моему, в евреях Бог против делающих злое Нет, по-моему, не в евреях Но где-то там Павел об этом Нет, Петр писал об этом По-моему, да? Вот И что Он придет И будет суд И все это Все это будет Но все-таки То есть Я лучше ошибусь В том Что он Лучше я перепощу С добротой Чем я допущу Где-то, что он злой Аминь? Потому что В этот момент Я могу Сделать ошибку И сказать То, чего Нету обои Аминь? Так Но слышу Реальные вещи То, что Это Знаете Это уже как бы У нас как бы Используется Для Какого-то противопоставления То, о чем мы учим Но это реально Вот рядом Совсем происходит Когда Говорят, что Бог дает Рак Бог дает Рак То есть Или Это самое И я реально Слышу Мало того Ну хорошо Там суды Ну понятно Суды Там рак Все это А есть же Которые говорят Что это награда Тебе Рак То есть Ну вот Спасибо За такую тебе Награду Хочешь Поносить То есть Да То есть Это Я помню Один У нас был случай Я свидетельствовал По-моему В прошлом году Об этом По-моему Здесь Или в Самаре Я не помню У нас была ситуация В городе У одного верующего Из другой церкви Большой церкви Сгорел дом Вот Походу Майнингом Он занимался То есть Да Вот Но он занимался Майнингом Не знаю Загорелось Из-за этого Не из-за этого Не знаю То есть Хороший брат И у него Шестеро Или семеро детей И старший ребенок У него был приемный И он сгорел Сгорел Там То есть И мы по-моему Общались с одним братом Из его церкви А когда-то мы были В одной церкви Ну вот такой фарш Такой хороший И мы так встретились В кафе И говорили Он такой Ну вот Это самое Да Вот Господь Как Я говорю Ухо у меня Что-что Но я ел То есть Не совсем Я понял Поясни Такой Ну вот Видишь Как Бог Делает Я говорю Давай еще раз Ну-ка Давай Ну-ка Еще раз Скажи Как Не понимаю Тебя То есть Он говорит Ну Ну вот Как Смотри Он Бог Допустил Ну вот Сделал Вот так Вот Я говорю Хорошо Так Дальше Продолжаем Такой Ну вот Обрат Вот Говорит Вот Ну вот Так Бог Произвел Я вот То Я То На рыбалку То Я На Лыжи То Я На Охоту Что-то То Майнинг То Криптовалюты То Что-то Еще Это А Бог Мало Стал Думать А вот Сейчас Много О Боге Думаю Слава Богу Что Ну Как Ну Что Вот Так То Просто У меня Очень Не Сходится Вот А Этого Брата Я Периодически Встречал До Этого Ну Раз Два Раз В Год Он Давно Очень Бог Еще С Лохматых Девяностых И Он Как То Знаете Ну Уже Просто Ходит Церковь То У У Жена Тоже Верующая И Они Как Просто Не Служат И Я Когда Встречал Я Говорю Привет Ну Ты Как Богу Служишь Он Ну Нет Ну Ты Че Давай Богу Служи По Плечу Ты Че Ты Призванный Человек Ты Голодных Кормил Ты Это Хотел Другое Ну Что Ты Ну Да Да Че Спина У тебя Болит Давай За Спину Тебе Помолюсь Все Ну Давай Будь Благословен Потом Снова Встречаю Его Где-то Через Полгода Ну Че Ты Служишь Богу Он Да Нет Я Говорю Да Что Ж Такое Давай Богу Служи Ты Че Давай Поднимай Мы Тут Пришли Бизнес Что Легите Делать Зачем Нам Это Просто Так Прожить Нам Ну Как Богу Прежде Служить А Там Все Остальное Как Получиться Он Такой Ну Да Ну Давай Давай Вот И Мы Тут Встречаемся При Таких Обстоятельствах И Я Говорю Слушай Ну Хорошо Давай Тогда Твоими Словами Че У Тебя Дочь У Тебя Да Что Дочь Ребен И Сын По Мало Или Две Дочери Или Одна Дочь Я Говорю Хорошо Давай Бог Сожгет Ее Я Тебе Сколько Говорю Что Ты Богу Не Служишь Давай Этими Словами Ой Че Ты Так А Че Врубай Мозг То Как Ты Говоришь Зачем Ты Говоришь О Боге Такие Вещи Как Посмел Ты Сказать Что Бог Такое Как Подумал Ты Жан Че 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 Праведный Гнев На Меня Сошел Я Я Даже Лучше Мы Ошибемся В том Что Он Ну Может Где Мы Скажем Все Таким Дома Где Там Может Что Действительно Там Происходит Но Лучше Мы Ошибемся В этом Чем Мы Ошибемся В том Что Он Злой Аминь Вот Это Так Потому Что Над Богом Столько Хулы Говорится И мы Рассуждали Все Такие Это Хула Не Хула Знаете Когда Люди Говорят Что Бог Близко Хули Очень Близко Потому Что Бог Творит Личностью Своей Одной Сепостаси Кем Духом Святым Совершает Все Аминь Он Творил И Землю А Он Носился На Два Дори Он Совершает И мы Когда Говорим Что Бог Что Делает Это Совершает Святой Дух Аминь Значит Святой Дух Подсадил Кому Рак Или Святой Дух Дух Дал Ликемию Или Дал Жуткие Болезни А еще Я Сказал Я Нашел Тебя Достойным Ты Мощный Верующий Господи Можно Я Буду Славным Верующим Не Надо Пожалуйста Находить Меня Достойным Я Крайне Недостойным Это Чушь Это Такой Бред Как Вы Могли Такое Говорить Хорошо Сразу Давайте Поделюсь Одной Мысль Это Уже Такой Микс Короче Последняя Сейчас я все вам скажу То есть Алексей Это сейчас 5 минут Будет скоро уже Наверное Показывать Первая мысль Что с нами происходит Первая мысль Смотрите Очень хорошая Вот Недавно Мы на команде Слушали У нас идет цикл 16-й год Проповедей Киев И брат Кари Очень классно Сказал Что происходит Ты переезжаешь Хорошо Допустим Ну вряд ли Кто-то из Америки В Россию Поедет Жить То есть Скорее Из России В Америку Ну образно говоря Из пункта А в пункт Б Разные страны Там разное законодательство Ты приезжаешь туда Что тебе нужно научиться Тебе нужно выучить законы Ну хотя бы Я же не говорю Конституцию тебе изучать Потому что вряд ли Кто-то здесь ее знает Но если он не юрист Да Вот Кстати Обратите внимание Юристы Юристы Совсем другие люди И совсем другое мышление Аминь Там можно что угодно Нам ввести Мы где-то Где-то Наверное Больше согласимся А вот с юристами Не так все просто Юристы Они такие противные Вот Сразу там Какой-то закон Что вот Там нельзя Медицинская Какая-то тайна Нельзя ее показывать Откуда они это взяли Мы сроду Не знали А у меня брат Юристы Он сразу Пункты Ух ты То есть Интересно Это классно Точно так же Божье царство Мы перешли Из одного царства Из одной Мы договорились Не называть это царством Потому что Это слишком много чести Мы передошли Из-под власти В царство Сына Божьего Аминь В этом царстве Есть правило Аминь В нем есть правило Вот что происходит С верующими Когда они Вроде каются Вроде переживают Крещение Духом Святым И мы не видим изменений И не видим Какого-то процесса И потом тупик Год за годом Десятилетия Люди в тупике То есть И они Ничего не поменялось И многие говорят Даже разочарованы Боги Почему так То есть А потому что Они не стали изучать Правила царства Аминь В то, которое они пришли Но мы знаем Такая есть такая фраза Интересная Она известная всем Что Незнание закона Не освобождает От ответственности Аминь Здесь в хорошую Даже сторону Можно повернуть Что ты не знаешь Поэтому ты не можешь Этим пользоваться Ты не можешь Это изучать Это как знаете Как у нас Соцслужба То есть У меня трое детей Многодетная семья Вот Мы как бы не планировали Никогда быть Многодетными Но она даже звучит Такая Эта многодетная И там вот у меня Супруга Я ее отправил Потому что Я раза два туда сходил Я пришел Ну Прям в праведном гневе Знаете Такой Это Конечно Это неправильный гнев был Вот Это был Такой Плотской Плотской гнев То есть Я и плевался И говорю Чтоб я еще туда пошел То есть Это надо отстоять И они тебя Прямо с этажа Вот так Раз 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 Вот С одного этажа На другой Туда 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 Бумажки Я говорю Слушайте Что у вас тут происходит То есть Ну Вообще Что ли То есть Расплодили Тут эту бюрократию Да елки палки То есть Вот И мне даже Знаете Помню послание Родилось Думаю Вот если бы меня Пустили на прямую Трансляцию С Владимиром Владимировичем Я бы ему сказал То есть Посоветовал бы ему Что Слушайте А почему у нас в стране То что у меня Ребенок родился У меня теперь Появилась проблема Вот А по идее Это ваша проблема Что у меня родился ребенок Ты должен бегать Из организации Ты должен все решить А я возвращаю ребенка Ты пришел И говоришь Вот вам все льготы Вот вам все документы Будьте счастливы То есть А в итоге Я бегу За бег С барьерами Прыгаю Скачу То есть Вот А потом я говорю Таня Больше я туда не пойду Понятно меня На трансляцию не пустят Все это не услышат Пока все останется так Вот Но суть в чем Это простите Такой легкий этот был Да Вы поняли Как сильно меня это травмировало А что надо делать Там какие-то важные льготы Для ребенка Что-то нужно И поэтому Супруга теперь туда ходит Ну и теперь я от нее А что ж Она спокойная Но периодически Я высушив Говорю Да что такое Вообще Они сами не знают Что там делать Но там суть какая То я продолжу Про это скрипеть Да Суть такая Там есть такие льготы Которые очень классные Но о них никто Никогда не узнает Пока ты не пойдешь И пока ты сам Не спросишь То есть Они не скажут Там Ой классно Что вы пришли Представьте у нас Какая программа Все Теперь вы будете Жить счастливо Да И все будет у вас Хорошо Мы за все заплатим Никогда так Никто не скажет Вот Пока ты не начнешь Сам узнавать А Ну хорошо Есть ютуб Там какие-то блогеры Выкладывают А там Куча-куча всего есть Но никто об этом не знает И рассказывает Не рассказывает Тут что-то похожее Ну не совсем похоже Но так же и здесь Люди пришли Вроде родились свыше Вроде перешли Из одного царства Из подвласти Другое царство А почему не происходит А потому что Не узнаем Потому что Не знаем Не пользуемся Это все лежит На складе Нахламиться Пылиться Аминь И поэтому Этого не происходит Вот точно так же Поэтому Когда мы перешли Из подвласти В царство Бога Наша обязанность Научиться А что мы для этого делаем Изучаем писание Аминь А изучаем послание Кали Блейка Я уже могу Прямо здесь это говорить Я же не могу говорить А изучай еще и другие послания Нет Здесь кто находится Я могу вам прямо сказать Изучай послание Брата Кали Как сегодня сказал Олеся Они прям Когда их слушаешь Ты Я действительно Вам хочу сказать Почему они Они меня пленили То есть Дух Он прям напитывается Он чувствует Мир То есть Такой Как бы Там переводчица Переводит Там А бывает И спать тебе Иногда там Засыпаешь А дух Прямо Мир Такой чувствует Что-то переживает Это невероятное Ощущение То есть И вроде бы Нет никаких Таких Проявлений Как его Харизматических Вот этих Там Никто не дергается Такой спокойный Брат Кали Такой Спокойно Говорит А дух Прямо Радуется Поэтому Обязательно Слушайте И Начинайте Изучать Писание Чтобы эти Правила Эти законы Не стали Вашими Аминь Вашими Поэтому Но что я сегодня Говорю Я вообще не об этом Говорю Хорошо Верный в малом Над многим Будет поставлен И вот знаете Я буквально Кратко Потому что Я более Красочно Это раскладывал Более Красочно Описывал Но вы поймете Суть То есть И тут кстати К этому Доложилось Еще одно Вышел фильм Посмотрите его Я уже успел То есть Согрешить Вот Я его не в кинотеатре Посмотрел Я вдвойне Согрешил То есть Понимаете Вышел фильм Но Буквально Перед отъездом Я посмотрел Король Ричард Называется Обалденная история Просто На реальных событиях Построено Просто ребята Бомба вообще Отец Двух Двух Ну у него Пять дочек Две дочки Там подавали Надежда На теннисист Он черный Из бедного района Потом в конце Показывали фотки Я ничего в теннисе Не понимаю Не знаю Там Вот Знаю Там Шарапова есть И вот Такая вот Ну что-то Скандалы какие-то Знаете Всегда там А больше ничего От они Семья И мне он И не нравился Никогда Но суть в том Что Это бедная семья Черные То есть Они там С гетто Короче И вот Он показывает Как он Их Короче Мечтает О том Что они станут Великими Треннисистами И они ходят На тренировки То есть И Днем Он с ними Тренируется Вечером Они Вечером Он идет На ночную работу Жена там В больнице Работает И жена Тоже Ну Теннисом Они Короче Прямо Договорились С женой Что все Эти будут Великие Теннисистки У нас Какие Великие Теннисисты Черных Тогда вообще В теннисе Не было Там Потрясающая История Настолько Посвящение Настолько Знаете Просто Жизнь Положил Потом Показывают Их Фотки Вот этих Теннисисток В реалии Отца Который Там С плакатами Билл Смит Играет Хороший Актер Мне нравится История Просто Потрясающая Настолько Человек Отдался Настолько Он был Просто Пробивной Он Этих Девчонок Просто Они Хорошие Такие Классные Там Показывают Что они Верят В Бога Ну Как бы Фильм Нерелигиозный Не с этим Укладом Вот Но Видно Что Это для них Важна Просто Потрясающая История Ребята И она Реальная Но Мне Нравится Другая История Я Не Рассказывал 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 С Алексеем Когда Были Потом У пастора Николая Рассказывал Потом В церкви Рассказывал Но Она Очень Важная И Понимаете Есть Вещи Когда Мы Чуть Чуть Себя Пощекотим Такие Классно Как Классно Так Он Проповедовал Классную Историю Сказал Но Я Все Хочу Чтобы Мы Выносили Суть Мы Все Таки Что Сделали С этим Что Все Таки Поменяли Потому Что Мы Разойдемся Сегодня Кто Уже Уедет Кто Уедет Завтра И Мы Разойдемся По Своим Церквям По Своим Городам И Что Будет Происходить Дальше Что Будет Происходить То О чем Сегодня Олеся Говорил Я Не Не Пропустил Алексей Что Но Я Знаю Что И Он Об Этих Вещах Говорит Что Мы Будем Дальше С Вами Делать Что Происходит В церквях Что Я Увидел И С Чем Мы Сталкиваемся Это Вопрос Посвящения Это Такая Проблема Вот И Это Самая Важная Вещь Я Видел Талантливых Людей Я Видел Одаренных Людей Я Видел Людей Которые Готовы Мне Кажется Тысячи Просто Собрать На Стадионах И Они Такие Заведут И Сыграют И Споют И Помолятся Но У них Не Хватало Посвящения Их Нет Вообще Сегодня Вот Есть Люди Которые Которые Не Обладают Такими Талантами Но Он Верный И Я Знаете Я Вижу Что Для Бога Верность Она Наверное На самом Первом Вестном Ты Можешь Ты Можешь Заикаться Даже Я Не Знаю Ты Можешь Что Говорить Или Быть Какой То Что Не Такой Как Все Может Быть Но Если Ты Верный Бог Будет Тебя Очень Сильно Использовать Потому Что На Я Честно Скажу Я Свидетельствовал О том Что Открылась Дверь И Мы Молимся За Людей Это Удивительно И Приезжают Люди Там Есть Служители Реально Они Со всей России С Геленджика С Краснодара Приезжали И Мы Им Служили Они Так Были Счастливы Но Я Вижу Их Посвящение Они Не Знают Учения Они Вообще Просто Ну Как Библию Кто Как Почитал Кто Как Понял Они Вообще Не Знают Никаких Правил И Я Просто Сижу Бог Спасибо Потому Что Ты Дал Мне Честь Послужить Этим Людям Потому Что Они Реально Посвященные Они Там Залезают В какие-то Понвалы Там Всяким Служат Бомжам Наркоманам Они Сами Оттуда Вылезли Там Шесть Лет Просто Без Продуху У них Нет Ни зарплаты Ни денег Они Живут В этой Организации И Просто Нам Служат И Думаешь Ой Господи Ты Думаешь Там Посвященные Тут Приходят Люди Реально Посвященные Но Они Нуждаются Думаешь Спасибо Это Честь Мне Есть Чем Послужить Что Им Дать Это Класс Что Мы Первое Давали Молись На Языках Первое Что Мы Им Давали Молись На Языках И Кто Не Молился На Языках Мы Крестили Прям Там Вот Но Давайте Я Приведу Такого Персонажа Кто Уже Знает Есть Такой Дзиро Вот И Я Буду О нем Говорить И Вспоминать И Снова Говорить Потому Что Это Великий Человек Дзиро Запишите Семья Проверите Потом Есть Фильм Мечтание Дзиро Суши Это Не Просто Фишка Потому Что И Кто Исполнит Будет Великим Вот Это Это Просто Ребята Это Потрясает Потому Что Понимаете Но О том Чем Мы С вами Говорили О том Что Говорится Мы Можем Много Говорить Но Если Мы Не Делаем Если Мы Не Изменяем Что В нашей Жизни Если Мы Не Посвящаемся И Не Происходит Мы Это Просто Все Знаете Как Мы Великие Откровения Просто На Представляем Самое Важное Откровение Это Посвящение Верный В малом Над Многим Будет Поставлен Верный В малом А что Значит Верный В малом Вот Сейчас Мы Поедем Я Сейчас Расскажу Немножко Про него Сейчас Мы Поедем Домой И Начнутся Будни Наши Трудовые Опять Надо Ити На Молитву Молитва Опять Надо Ити На Вот Уже И Минус Двадцать Бять Чем Разрушаем Ребята Вот Уже И День К Вечеру То И Он Такой Был Сложный И Так Всего Было Много И И Я Хочу Сказ Наверное Все О том Чем Я Говорил Потрясающие Вещи Здесь Говорились Но Из Того Что Я Говорил Я Хочу Сказ Это Самое Важное Самое Важное Потому Что Люди Я Вижу Когда Знаете Такой Эй Вперед То То Ненадолго Нужно Вдолго Играть Вдолго То Я Представляю Себя Так Я Человек Который В Будни Занимаюсь Тем Что Готовлю Себя К тому Что Будет То Когда Открывается Дверь И там Молитва Это Один Вечер Может Два Три Которые Просто Взрывают Люди Переживают Святого Духа Люди Освобождаются От места Они Прям Выходят И Говорят Еще Что Они Выглядят Как Золотой Дракон То Как Бы Еще Красиво Так Даже Все Звучит И Они Выходят У кого То Истеряется Спина У кого То Истеряется Ухо Что Это Очень Круто Но Был Путь Подготовки И Когда Этот Вечер Заканчивается Ты Не думаешь По молодости Мне понравилось С Вячеславом Мы общались Это Наверное У всех Было Когда Я помню Мне говорили Слушай Ты будешь Большие вещи Делать Для Бога Я О Все Началось Господь Все Я Великий Потом Бам Ничего Не получается Ты уже И забыл Об этом Что там Ты что Ты говорил Вот Все эти Пророчества Все эти Вещи Ты хочешь Их уже Исполнения Мгновенно Вот И эти Вечера Где Происходят Чудеса Божьи Он Заканчивается Вот И ты Возвращаешься Опять К будням Опять Чтение Молитва Чтение Молитва Ты Заряжаешь Заряжаешь Потом Бог Дает Возможность Выстреливаешь Просто Это Опять Какой-то Взрыв Опять Какое-то Сужение Опять Что-то Происходит И потом Ты снова Возвращаешься Опять К будням Ты Опять Себя Тренируешь Тебе Опять Начинается Понедельник Ты опять Начинаешь Слушать Брата Кари Как это Делаю Я Я Про себя Говорю Ты Начинаешь Опять Писать Ты Начинаешь Опять Читать Опять Понедельник У нас Сразу Молитва Вот Вторник Начинаются Команды Что-то Делаю И я Вижу Как Мир Пытается Меня Очень Сильно Тащить Назад Очень Сильно И тут Надо В миру Делать Но если Ты работаешь Если Ты занят Ты необходим И ты в этом Сражении Тебе нужно Быть крепким И твердым Чтобы не Прогнуться Не Сказать Ну все Короче Оставляю То есть Нужно Делать И то И другое Значит Двойне Нужно Работать Значит Втройне Нужно Работать В четверне Люди Начинают Стонать Ныть От этого Знаете Давайте Так Как апостол Павел Сказал Вы Сами Довели Меня Чтобы Хвалиться То есть Мне Не полезно Это У меня Трое Детей Трое Детей Они Небольшие То есть Самые Младшие Самые Три Года Оливии Да У меня Два Предприятия Они Не Огромные Предприятия Но Они Построены Так Что Если Меня Нет То Все Короче Да Вот Алексей Знает То есть Мы Когда Он приезжает И у нас По Сибири Поездка Это значит Мы Едем 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 Потом Я приезжаю И я Короче Как бешеный Ношусь Там И все Это Решаю То есть Вот Потом Мы Вроде Как Раз Все Вроде Было Нормально Передышка Мы Поехали Служить Дальше То есть Потом Мы Еще Приезжаем И я Стараюсь Чтобы Не сильно Видно Было То есть Но И все Вопросы Как бы Не говори Там Как Все Плохо Или Это Нужно Решать Вопросы Нужно Работать Две Работы Потом Тут У меня Еще Пришла Третья Работа И Я Пас На Церковь Да Пока Еще Не Тысячный Вот Надеюсь Когда Тысячная Церковь Позволит Мне Уже Не Иметь Два Предприятия Да Вот Как Чтобы Мне Не Приходилось Я Не Получаю Ничего С Церкви Я Даю Церковь Опять Ж Братья Сестры Простите Что Тволю Да Вот Это Не Хочу Об Этому Говорить Но Суть В чем Я В начале Года Мы Начали Изучать Новую Тему Связанную С Финансами Она Требует Колоссального Времени И сил Просто А почему Я изучаю Финансы Вот Мне Ничего Не Надо Ну То есть Что Мне Надо Мне Нужен Дом В Сосновом Лесу То есть Да Воздух Люблю Сосновый Вот Нравится Мне Там И Машина Машина У меня Уже Есть Мне Нравится Эта Машина Мне Дороже Не Надо То есть Ну Все На Мне Прям Устраивает И Теплая И Такая Хорошая Она Только Дом Осталось Но Это Не Сложено Остальное Мне Не Нужно Но Мне Нужно Очень Много Денег Очень Много Очень Жадный Для Царства Божьего Мне Не 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 Самолет Бароходов Два Три Я Хочу Пять Предприятий Десять Какого Я С двумя Не Справлялись Мне Нужно Чтобы Реализовать Все Мне Нужно Это Сделать Поэтому Мне Нужно Очень Много Финансов Поэтому Изучаешь Двигаешься Только С одной Целью Чтобы Это Все Служило Царству Божьему Аминь Вот Поэтому Хорошо И Вот Ты Сидишь Разговариваешь С людьми И Они Жалуются Как Тяжело В жизни Как Они Все Не Успевают И Вот Там Что Ты Думаешь Слушай Да Ну Слушай Ну Прекрати Ну Это Смешно То есть Ну Ты Просто Нытик То есть Вот Да И Я Сам Бывал Нытиком Я Знаю Что Это Такое А Вот 15 Минут Хорошо Это Ты Мудро А то 5 Минут Уже Все Тут Уже Как Начинаешь Вот Я Про Зирович Сказал Да И Это Все Знаете Это Все Должно Быть Не так Мы Должны Быть Посвященные Люди Мы Должны Не смотреть На Это И У Нас И Это Нормально И Это Нормально Быть Крайне Посвященным Крайне Занятым Служить Работать Идти Прорываться Где-то Ставить И самое Важное Расставлять Правильно Приоритеты Когда Начинается Молитва Бизнес Заканчивается Когда Начинается Команда Бизнес Заканчивается Когда Воскресение Церковь Работа Останавливается Вот А если Там Все Сгорит Ну Ладно Пока Я не стал Выключать Телефон Я был Такой Человек Который Для меня Это Освобождение Было Отключить Телефон Воскресенье Ну Потому Что Мне Могут Позвонить А Душ На Работе Сучилось И Знаете Все Время Воскресенье Мне Звонили Что-то Там Все Время Случалось Когда В какой Стало Звонить Ну Потому Что Она Отключенная Нет Но Правда Ситуация Закончилась Это Работает Амин Это Работает И Ты Принимаешь Это Решение Поэтому Соответственно Командой Опять Обращаюсь К каждому Верующему Но Прежде Всего Так Джей Джил Сегодня Ребята Посвящение Посвящение И Посвящение И Играем Долгую Мы Через Хорошо На Следующий Год Мы Встретимся Здесь Все Те Ж Через Десять Лет Мы Все Те Ж Будем Или Или Кто Сойдет С Дистанции Знаете Сколько Сошло Уже С С Кем Я Шел С С Начало За 17 18 Лет Подходит Сколько И Было Рядом И Сколько Сегодня Нет Где Они Сошли Люди Которые Привели Меня Богу Они Вообще Сегодня Не С Богом Это Классные Ребята Что Сучилось И Я Всегда Видел Что Там Много Что Сучалось Но Всегда Это Касалось Вот Этого Посвящения Вот Тут Начинало Что Происходить Потом Дальше 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 А потом Уже И Не Вернуться Потом Уже И Не Откатиться Уже Никто Не Хочет Отдавать Назад Эту Территорию Поэтому Для Нас Для Сужителей J.G.L.M. То Посвящение Является Одним Из Самых Важных Вещей Ты Можешь Что-то Не Понимать Ты Можешь Может До Тебя Дольше Доходить Но Если Ты Тут Если Ты Если Ты Делаешь Это Все Будет Равно До Тебя Дойдет Все Все Получится А с Исцелениями Понимаете Многие Вспыхивают Рука Растет Ох Супер Как Да Пальцы Спина Я Повалился Ты Начинаешь То есть Ну Такое Все Это Все Как Бы Хорошо Это Все Хорошо Но Апостолы Сказали Нехорошо Нам Оставить Слово Аминь Ни чудеса Ни какие-то Вещи А Слово Оставить Нехорошо Нам Оставить Эти Вещи То есть Это Все Эмоции Но Ты Должен Их Разделять Эмоции Заканчиваются А Будни Продолжаются И Они Не Закончатся Нужно Снова Возвращаться К К К К К К К Нудному Труду То есть Чтобы Себя Формировать И Потом Это Все Выстреливает И Потом Это Снова Запускается Дирер Дирер Это Такой Человек Посмотрите Фильм Потрясающе Просто Потрясающе Напишу Вам Историю Насколько Мне Хватит Времени Вы Любите Суши Кто Любит Суши Хорошо Это Хорошая Штука Такая И Это Суши Ресторан В мире Сам Известный Я даже О нем Загуглил Туда Сегодня Невозможно Попасть Он Находится В Токио Невозможно Попасть Долгая История Я целую Пропую Там Качал Про Этого Дира Поэтому В 3 Минуты Я Просто Скажу Что Это Был Человек Который Начал Деть Суши С 10 Лет Его Родители Ну Просто Выгнали Из Многие вещи Мне не понравились В нем То есть Но Корень Очень Важный То есть В 10 лет Он Понял Что Чтобы не умереть С голоду Надо работать И он Начал Делать Суши И Ему Сейчас Уже 97 97 Если он Жив Еще Я Не в Куся То есть Но Вроде бы Жив Вроде бы Жив И Он Делал Суши Всю Жизнь Он Больной В голову То есть По Сушам Он Просто Болен Ну Реально У него Он Думал О сушах Постоянно Как Сделать Лучше Как Улучшить Какой-то Праздник Какое-то Награждение Ему Там Было Он Сходил На это Награждение И Сегодня В выходной Он Шел Всегда Делать Обратно В свой Рестаран Суши Маленькая Кафешка Где Ужинал Президент Штатов Когда Обама Приезжал К ним Он Ходил В этот Ресторан У него Три Звезды Мишлена Три Звезды Мишлена Если Вы Я люблю Фильмы Про Еду Все Вот Это Как Там Все Делают Рестораны То есть Мне Таня Говорит Повар Надо Было В принципе Готовить Я не Очень Люблю Я Вообще Не Люблю Готовить Если Че Тан Вот Там Же Посуду Надо Еще Мыть Правильно А Это Как Вообще То Значит Не Повар Я Но Вот Я Знаете Даже В Ютубе Иногда Подвисаю Когда Там Показывают Кафешки Какие Там Бургерная Как они Все Это Делают Мне Прям Меня Это Прям Чарует То Я Прям Зависаю И Вот Представляете Три Звезды Мишлена Это Высшая Награда Для Ресторанов Это Просто Получает Легенды Вообще Таких Очень Мало Очень Мало Ресторан Меньше Вот Этой Комнаты Ну Там Плюс Кухонька Ничего Особенного Никаких Супер Этих Вещей Причем Меню Крайне Скудное Ну В плане Там Ни Салатов Ни Воды Ни Сока Ни Напитков Только Суши Только Суши Вот Такие Вот Штучки Ролы Там Они Что Какие Делают Только Такие Вещи И Он Сам Известный Ему Присудили Умереть Для Своих Жизней И Посвятить Себя Тому Делу Которое Ты Ну Делаешь И Ты Должен Повторять Это Изо Делает И Сушки Лепят Они Руками Лепят Чик 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 То есть И Он Говорит Я Еще Не Достиг Совершенства Сколько Можем Ты Уже 87 Лепишь Я Не Достиг Совершенства Я Стремлюсь Известен На Весь Мир Просто Посмотрите Я Вообще Ничего Не Рассказал Это Очень Крутой Человек И Это Просто Для Нас Пример Потому Что Иисус Сказал Сыны Света Этого Мира Да Свет Они Уступают Часто Этим Людям Они Уступают Вот Мы Будем Ой Сможем Лимы Они Верующие Берут И делают Не Все Не Все Но Есть Те Которые Которые Что Ты Можешь Предложить Ну Что Ты Можешь Сказать Им Они Не Нуждаются То У нас Единственная Это Сила Божья И Но В плане Того Чтобы Сравнивать Христианство В каких То Достижениях Они Просто Нас Обережают Вообще Намного Мы С ними Вообще Рядом Не Стоим Они Настолько Люди Которых Действительно Если бы Мы Так Служили Христу Как Они Служат Своим Целям Мы Перевернули Этот Мир Аминь Мы Спасли Тысячи Тысячи Помолились И Представляете Об этом Думать Он Постоянно Говорит Я Постоянно Я Сплю И Вижу Суши Как Я Делаю Да Что Там Делать Рыба И Все Что Он Не Придумывает Ни Салатов Новых Ни Мяса Никакого Нового Француз Прям Примитивно Определенное И Он Постоянно Думает Не Так Либо Должны Говорить Писание И Учение Так Думать О Божьем Слове Так Думать О Том Чтобы Служить Царству О Том Чтобы Отдать Себя И Это Знаете Конечно Эмоционально Звучит И Меня Чувство Немножко Несет В конце Но Суть В том Что Ребята Это Сердцевина Очень Важная Важная Вещь Чтобы Нам Это Понять И Мы Должны Большой Плод Для Царства Аминь Огромный Плод Для Царства И Это Невозможно Только Крайне Посвященным Людям Почему Мы Знаем Этих Смитов Пигасов Что В них Было Особенного Он Постоянно Читал Библию Он Был Болен Библией Он Был Зависим От Нее Да Дай Бог Нам Всем Так Быть Зависим Аминь От Всяких От Всяких Это Простите Я Не Включил Вот Поэтому Это Просто Удивительно Поэтому Друзья Мы Вернемся Сейчас В свои Города В свои Регионы Как Мы Себя Будем Вести Что Мы Будем Делать Вот Мы Приехали Сюда Просто Пережить Какое Такое Ух Классно Или Все Такие Ух Классно Хватает На Три Дня Но Если Тебе На Неделю Это Как Бо Неплохо То Да Ты Очень Это Ну Мне На Три Дня Обычно Хватало После Конференции Какой Нибудь Вот Но Мы Не Так Мы Должны Делать И Когда Снежок Падает И Когда Не Хочется И Когда Вот Уже Темно То И Вот Уже Это И Ты Все Равно Продолжаешь Делать Продолжаешь Ити И Делать Я Иногда Как Б Говорю Церкви Слушай Где Было Кто Молился За Больных Чтоб Меня Там Не Было Где Проходила Хоть Одна Молитва Чтоб Меня Там Не Было Где Проходило Какое Собрание Чтоб Меня Там Не Было Вот Я Не Стал Жить Так Когда Я Стал Пастор Я По Счастливой Какой Случайности Жил Так Почти Всегда Были Сложные Времена Когда Что Происходило В Жизни Слава Богу Как То Были Люди Которые Как Подправили И Вдохновили То есть На Короткий Период Но В основном Я Всегда Жил Так Я Всегда Говорю Слушай Ты Пропустил За Месяц Сколько Церковь Сколько Я За 17 Лет Не Пропускал Да Слушай Может Это Религиозно Звучит Может Я Религиозный Ну Ну Да Немножко Вот Я Не Пропускаю Церковь Вот Не Пропускаю Почему Ты Ее Пропускаешь А А почему Я Ее Не Пропускал Он Пастор То есть Он Понятно Тебе Значит Можно Мне Значит Нельзя То есть Я Понял Но Я Жил И До Этого Так Простите Что Хвалюсь Собою То есть Ну То есть Это Я Мертв Иисус Жив Короче Все Все Понимаете Да За Других Я Ну Это Ну Короче Вот Так Да И Поэтому Ребята Но Я Верю То есть Знаете Я Религиозно Был Научен Что Я Воскресенье Встречаюсь С Богом В церкви Потом Я Понял Что Я Только Воскресенье С Ним Встречаюсь Но Вот Эта Привычка Она Осталась Ну Что Я Там А Почему Я Должен быть Не Там А Где Я Должен быть Ну Что 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 Важно Мы Говорим Бог Самое Важное То есть О Я Умер Для Христа Там Ты Для Меня Все Да Ну Алло Куда Все Ты Где Тебя Нет А А Там Что Ну Ты Занят И Там Занят И Потом Они Говорят Слушай Чего Ты Лезешь Ко Я Занят Ну Как Б Это Чтоб Не Ссориться Говоришь Ну Слушай Ну Давай Я Молюсь За Тебя Пусть Бог Тебе Поможет Иногда Мне Было Трудно Занимаюсь Разделить Эту Нож Это Но Я Не Делаю Мне Нет Никаких Плюшек С Этого Ну Там Что То Мне Там Ну Там Не Знаю Что Что То Денег За Это Там Или Что То Я Просто Делаю Потому Что Наверное Потому Что Мы Любим Христа Наверное Мы Так Должны Просто Жить Для Него Аминь И Это Принесет Плод Для Божий Царь Саша Получается Ли У нас Все Да У нас Вообще Не Все Получается Не Все Получается Вот А С Чего Должно Все Сразу Получаться Вот Так Не Бывает Но Именно Достижение Через Посвящение Вот Через Какие То Вещи Когда Придавливает Тебя Когда Сложно Ты Встаешь Идешь Снова И Делаешь Опять Молишься Сколько Знаете Раковых Больных У меня Умер Которых Я Молился Ну Вот Хорошо Там Ну Карри Слушаешь Все Как-то Так Они Уже Это Прошли Думаешь Слушай Ну Реально Где-то Уже Ты Видишь Как Такой Есть Напек Определенный Ну Алё Ну Вот Так Бывало И Что Делать А Что Делать Что Делать Завязывать Молиться Что Мы Встаем И Делаем Это Снова Ну А Что Нет А Кто Ему Поможет Этому Человеку Мы Должны Достичь Чтобы Всегда Было Исцеление Аминь И Все Хотят Это Сделать Очень Легко Не Бывает Легко Не Бывает Легко Нужно Достигать Нужно Расти Возрастать Посвященного Человека Богу Аминь Аминь Да Все Что Хотел Сказать Не Сказал Но Хорошо Наверное Мое Чувствую Время Уже Это Закончилось Сказал Главное Дай Бог Посмотрите Продзиро Ой Это Вообще Ребята Это Такое Обличение Это Такая Ну Просто Я Смотрел Думал Бог Зачем Ты Мне Показал Этот Фильм То есть Но Это Реально Это Вбилось Просто Знаете Как Жало Вплоть То есть Ну Которая Теперь Куда Деться От него Ты Понимаешь То есть Но Ты Понимаешь Давайте Молиться Аллилуйя Господь Спасибо Тебе Слава Тебе И Хвала Я Благословляю Братья И Сестер Я Благословляю Каждого Кто Здесь Сейчас И Кто Возможно Уже Уехал Господь Я Молюсь О том Чтобы У нас Это Было Снова Возврат И Посвящение Жажда Служить Тебе Жажда Приносить Плод Жажда Изучать Слово Молитва И И И Распространять Царство Божие Я Благословляю Чтобы Было Сделано Господь Через Вот этих Братьев Все Большая Работа Большое Распространение И Тысячи И Тысячи Они Поднялись Через Них И Пережили Тебя И Распространяли Царство Божье Дальше Господь Укрепи Кто Сегодня Может Что Как Руки И Ноги У Собили Укрепи Чтобы Он Твердо Встал И Господь Я Молюсь О том Чтобы Истина Крепко Утвердилась В нас Чтобы Всякая Ложь Всякая Глупость Сегодня Которая Происходит На какой-то Гиперблагодати Этих Всях Вещах Что Нужно Делать Она Развеялась Да Чтобы Мы Крепко Подвязались За Царство Божье За Евангелие Чтобы Мы Посвящались И Служили Тебе Во Всякое Раб Ничего Не Стоящий Делаю То Что Должно Делать Аллилуйя Слава Тебе И Хвала И Мы Делаем Потому Что Так Написано В Твоем Слове Аллилуйя Потому Что Мы Любим Тебя Слава Тебе И Честь Аминь 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 Благодарим вас За прослушивание Этого Урока Если Вы Хотите Получить Информацию О том Материалов Служений JGLM Если Вы Хотите Отправить Нам Молитенную Просьбу А Также Если Вы Хотите Сделать Финансовый Вклад В Наше Служение Переходите Молитенную